Медики и общественники республики бьют тревогу. Среди молодежи все большую популярность приобретают так называемые вейпы, электронные сигареты. Их продают почти в каждом киоске и купить может даже несовершеннолетний школьник. О том, почему молодежь выбирает дым без огня и чем это опасно, мнение наркологов и законодателей выслушала Елена Абуховская. Парение вместо курения все чаще выбирает молодежь. Электронные сигареты многие считают безопасным и модным аксессуаром. Но у врачей-специалистов есть вопросы к современному устройству. Среди сомневающихся Георгий Гуреев. Он врач в республиканском наркологическом диспансере. И как специалист понимает, главная опасность – это неизвестность. Российских исследований того, чем заправляют контейнеры электронных сигарет, нет. Но западные ученые выявили вредную химию. Пропиленгликоль при постоянном его употреблении вызывает угнетение центральной нервной системы и поражение почек. Ну, соответственно, это опасно, когда человек употребляет электронную сигарету. Плюс к тому, помимо пропиленгликоля, там еще содержится масса ароматических веществ, которые также неизвестно, как действует на организме. Исследования не проведены у нас в Российской Федерации. Но в других странах после проведения их исследований их запретили. Дым без огня ценят три друга. Вейпера, студенты, ЖГТУ. Каждую перемену они здесь, на площадке для курения, отдают дань моде. Признаются, что парят без никотина. А потому им кажется, что это безопасно. В основном людям не нравится. Чисто из-за вот этого объема пара. Что говорят? Ну, стоишь рядом с курильчиком, тебя выгоняют, а курильчика нет. Многие считают это модным, как электронные сигареты. Мне кажется, это безопаснее, чем обычные сигареты. Но то и то вредно. Заведение запретов на курение вейпов в общественных местах и продажу их несовершеннолетним ректор УДГУ Галина Мерзлякова. Каждый день она наблюдает белый парёж около университета. Законодатель уверена, её позицию поддержат и её коллеги в госсовете. На уровне фракции, безусловно, депутатами эту важную тему, которая в последнее время становится очень актуальной, будем обсуждать и будем выходить с инициативой, вносить в том числе в закон поправки с тем, чтобы запретить, как-то ограничить использование электронных сигарет. Накануне резолюцию о запрете курения вейпов в общественных местах и продаже электронных сигарет несовершеннолетним уже приняли в Москве депутаты городской думы. Один из поводов – страшные ожоги подростка, в руках которого электронная сигарета взорвалась. Елена Абуховская, Максим Кузнецов, телеканал «Моя Удмуртия». В Минздраве прояснили ситуацию с медсёстрами в детских садах. Никакого сокращения не будет. Медики по-прежнему будут присматривать за малышами, просто теперь делать это они будут не как сотрудники дошкольного образовательного учреждения, а как сотрудники детских поликлиник. Передать ставки медиков с детсадов в медучреждение потребовал федеральный закон. Как работали, так и останутся работать в детских дошкольных образовательных учреждениях. Просто юридическое место их работы станут детские поликлиники. Все. Что касается правил трудового распорядка этих медицинских организаций, там прописан будет режим работы. Режим работы будет у этих медработников точно такой, как работает детский сад. Вот работает он с 7 до 7. Значит, работать будут с 7 до 7. От этого перевода, отметил министр, выиграют сами медсестры. Как сотрудники медучреждений, зарплата у них будет выше. К тому же будет идти и медицинский стаж. 75 волков обитает в Удмуртии. Такие данные озвучили сотрудники Минприроды, комментируя ситуацию в Ярском районе. Жители там встревожили сообщения местных рыбаков о волчьих стаях. Специалисты информацию проверили. Их мнение записали наши журналисты. Геннадий Ушаков – охотник со стажем. Леса в родном районе обошел не раз и встретился почти с каждым представителем местной фауны. Волков и их следы видел, признается Геннадий. Но за 10 лет его активной охоты на падение дикого зверя в районе не было. Чтобы набрасывались на людей, таких случаев не было. Кроме собак, никаких других животных не трогали. А вот собак съедали. Тревогу забили местные рыбаки, которые в конце октября, недалеко от поселка Яр, оказались в окружении стаи. На срочный сигнал отреагировали сотрудники Минприроды. И по следам и описанию животных определили. Это оказались бродячие собаки. Выяснилось то, что в данном районе бродяжничает стая бродячих собак. И, возможно, вместо волков именно к стоянке рыбаков вышла именно эта стая бродячих собак. И в темноте просто-напросто данные люди перепутали данных животных с волками. В этом году Минприрода насчитала в республике 75 волков. Преимущественно в западном, северном и северо-восточном районах Удмуртии. К людям дикие звери выходят крайне редко, если не могут найти питание в естественной среде. На протяжении уже пяти лет у нас численность волков больше 70 особей не поднимается. Если посчитать по району, это от силы три особи на один муниципальное образование. Численность волков на постоянном контроле, объясняют специалисты. Но и следует проявлять осторожность. Особенно это касается Ярского района и других территорий, которые граничат с Кировской областью. Там, кстати, сейчас занимаются сокращением популяции серого хищника. Екатерина Горина, Мария Шершова, Светлана Вахрушева, Руслан Нори Ахметов, телеканал «Моя Удмуртия». В региональном МВД подвели итоги операции «Мигрант». Сотрудники внутренних дел проверили полторы тысячи объектов. Нарушения нашли и в большинстве случаев. Это касается строительной сферы. Всего по результатам проведения мероприятий выявлено 139 правонарушений в сфере миграции. Из них 109 фактов – это за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации. И 30 фактов нарушений правил привлечения и использования иностранных работников. Кроме этого, по решению суда 14 иностранных граждан будут выдворены за пределы страны. Проверки прошли в общежитиях вузов в республике, где обучаются иностранные студенты. Здесь обошлось без нарушения миграционного законодательства. Проверки будут продолжены до конца года. Шуткар, что в переводе с Удмуртского означает «Город счастья», открылся в Ижевске. Это кинофестиваль для школьников, где подростки не зрители, а создатели фильмов. Придумали фестиваль в Ижевском научно-техническом центре «Механик» 8 лет назад. За это время он стал популярным не только в нашей республике. На этот раз в столицу Удмуртии приехали школьники из Казани, Москвы, Новосибирска и других российских городов. У нас очень большая страна, очень много детей этим занимается, творчеством очень много руководителей. И уровень подготовки руководителей разный, соответственно, и уровень подготовки детей разный. Поэтому, как бы, и, наверное, это хорошо, потому что это такая вот закваска, из которой иногда вырастают настоящие профессионалы. Фестиваль длится три дня. В программе демонстрация и разбор с профессиональным жюри готовых работы и создания новых короткометражек. Глазовский парафраз принимает поздравления от своих коллег. Театр выдвинут на престижную национальную премию «Золотая маска». Спектакль «Процесс» попал сразу в три номинации. Лучший спектакль «Малой формы», лучшая работа режиссера и лучшая мужская роль второго плана. Эту постановку по произведению Франца Кавки зрители назвали неоднозначной. Как оценят ее критики, станет понятно в апреле, когда в Москве подведут итоги премии. Парафраз в «Золотой маске» участвует впервые. Хорошие новости для инклюзивного театра «Надежда». Коллектив из Ижевска собирается на международный арт-фестиваль «Обыкновенное чудо», который пройдет в Омске. Напомню, в прошлом году дети с особенностями развития уже участвовали в подобном фестивале и взяли номинацию «Дебют». Чем будут покорять жюри на этот раз с репетицией репортаж Елены Герна. Раньше Аня Коршунова хотела сниматься в кино. Потом решила, это дорого. Говорит, что деньги лучше копить не на всякую ерунду, а на сладости и сценические костюмы. В инклюзивном театре «Надежда» у девочки с аутизмом одна из главных ролей. Сложно было выучить? Нет, нет, легкие. Очень легкие. Хорошие, веселые. Я люблю «Остинга», потому что я не хотела быть петухом. Вы говорите, что я очень отговорчивая, нет? Да или нет? Да. Ну, я хотела бы, чтобы вы поражались только моей молчаливостью. Сложно поверить, но у Ани были проблемы с дикцией и с умением владеть собой. Театральные репетиции и многократные повторения сначала стали для детей частью реабилитации, потом частью жизни. Вообще она была очень артистичной, но нас не брали ни в одни танцевальные, музыкальные кружки никуда. Даже в школу было бы проблематично пойти на дополнительные занятия, потому что к с ней никто не мог справиться. Но вот здесь, благодаря этому коллективу, она нашла свое место. На днях детский инклюзивный театр из Ижевска отправляется в Омск на международный арт-фестиваль «Обыкновенное чудо». Везут спектакль «Теремок» и хореографические номера. А в конце ноября в рамках благотворительной программы, посвященной Дню инвалидов, уже на Ижевской сцене готовят новое шоу. Это будет сюрпризом небольшим для наших зрителей. У нас поиск сейчас, помимо даже танцевальных и вокальных номеров, вот, еще некоторые к нам, боюсь сказать, показ мод хотим устроить. И даже вот на рапирах такой сценический бой. Клечо расслаблено у нас. Вот, молодец. Держим мышку, либо виноград. Запомнил, да, при этом рука у нас согнутая. Держим перед собой. Сейчас в Театре Надежды семь профессиональных актеров, остальные на подходе. На прошлой неделе в коллективе появилась первая участница на коляске. Елена Керн, Руслан Нуре Ахметов, телеканал «Моя Удмуртия». И у меня на этом все. До встречи. Руслан Нуре Ахметов.